Всем привет, ребята! Вы на жизнерадостном, увлекательном канале, самым добром и самым воспитанном. С вами Ленуська, которая совсем не скромница, и мы в Греме Music Wars, которая переводится в музыкальные войны, либо музвар в одноклассниках. Все ссылки, где поиграть, как поиграть, она доступна и просто так, и в социальных сетях, абсолютно во всех, с одним общим сервисом, то есть неважно, где вы играете, вы все равно будете с одним героем. Так, у нас закончилась, как сказать-то, выдача подарков по 23 февраля, да, неожиданно. Я думала, они закончат только в мае, а они взяли и в апреле объявили инопланетянин. Я не очень люблю, потому что здесь какие-то странные подарки достаточно, на мой взгляд. Ну, это, опять-таки, на мой взгляд, возможно, и хорошенькие. Так, объявили мой любимый еженедельный, по-моему, да, еженедельное задание. Через два дня оно заканчивается. Я как-то прокукарекала сначала. Дрожь земли надо по максимуму, по-быстренькому побить, потому что появится облучатель, который позволяет увеличивать характеристики. И подводный камень этой игры. Короче, кинули меня, кинули. Помните, на 23 февраля было, где вы можете выиграть блокиратор опыта. Я думала, я накуплю подарков. Подарки были вроде как без срока годности. И, соответственно, можно было вскрывать их, вытаскивать вот этот облучатель, блокиратор, и спокойненько нападать на всех и не париться. И, соответственно, он примерно в среднем, так, в каждом втором-третьем, в этих подарках. Но мне бы хватило на месяцок. Но, как только закончила задание, какого-то лешего придумали предмет исчезнет через какое-то время. Вот у меня осталось 2 часа, поэтому сейчас, сейчас мне придется все это вскрывать. Выбора у меня нету. Так, что у меня? Кстати, у меня что с фанатками? Так, секундочку, ребята, мне надо разобраться с фанатками, потому что кто-то меня перебил, нафиг. Не добьете вы меня, не добьете. Короче, все переманивают моих фанаток, не дают мне купить фанаток. Вот, а в группе люди страдают без фанаток. Потому что им фанатки нужны. Как же, интересно играть в эту игру, когда на тебя девушки смотрят. Вот, ладно, фанаток я буду потом подбирать. Так, поехали. Первое, что мы делаем, это, так, ладно, так, мы начинаем открывать. Открываем по дарке. Так, что у нас? Звезды дзены, дзены стволовые, дзены стволовые. Так, пожалуйста, игры разума. Звезды стволовые. Так, что у нас дальше там? Я люблю вот эту штучку. Вначале, когда я только начинала играть в эту игру, я была абсолютно зеленой. Я думала, она как бы поднимает на время какую-то характеристику. Но я ее карауливала, карауливала, у меня половина пропали, горели. Оказывается, нет, они навсегда, навсегда поднимают. Вот, и это очень холосо. Да, стрелка только одну, а не десять хотя бы. Так, дзены стволовые, дзены стволовые. Так, какие-то у меня не особо они большие. Но, с другой стороны, к дареному коню в зубы не смотрят. Есть такая пословица. Тебе подарили в подарке? Будь доволен. Могли не подарить вообще. А могло быть, как в бойцовском клубе. Там такие подарки, что иногда лучше их не получать. Так-с. Так-так-так. Открываем серебряный ящичек. Точнее, сундучок. Секрет. Если вам мышкой долго не нравится нажимать на этих сундуках, энтером, ребят. Мышкой нажимаете, энтером окей нажимаете. Так-с. Еще у меня куча ключей, которые тоже исчезнут, но нет ни одного ящика. Надо исправлять ситуацию. У меня какие ключи тут трюм и бинарные. Нет. К сожалению, у меня ключи от ящиков, которые выпадают. Где же они выпадают-то? В экспедициях, по-моему. Не буду врать, ребят. Экспедиции и полигоны у меня с ними отношения тяжкие. Поэтому я не особо помню, что где выпадает. Но выпадают разные виды ящиков и разные виды ключей. Так-с. Короче, дело к ночи. Я сейчас блокиратор врубаю. И, соответственно, буду-буду-буду на всех нападать. Поэтому мне нужно по максимуму все, что можно, применить. Так-с. Применяю-применяю. Применяю-применяю. Господи, питомцев у меня дофига просто. Так, блокировка опыта. Прекрасно. Так, теперь мы, знаете, куда идем? Фанатка мы идем. Да. В резиденции мне денег не хватает на ремонт. Так, звездный вызов. Замечательный звездный вызов. Звездный вызов. Так-с. У меня одна единственная фанатка осталась, которая, по сути, мне ничего особо не дает. Ну, возьмем с нее хотя бы то, что есть. Хотя, по сути, по сути, надо мне сделать вот такую штуку. Так. За 30 секунд я могу стратить 500. Обычную 100, 120, 300. Ладно, давайте. Смотрим. Может, выпадет какая-нибудь супер-хорошая. Хотя, что-то как-то берет сомнения во всем этом. Обычно я не участвую в турнирах, а не дают опыт. Опыт мне не нужен, потому что я не хочу быстро расти. Но у меня сейчас особо нет выбора. Так. Смотрите, у меня отзендухов 922, поэтому давайте по максимуму сейчас прокачаем, что можем. Так, что мы прокачиваем? Но сейчас у меня, конечно, все под допингом, нечистые. Прокачиваем силу, потому что у меня любимое оружие мое, сколько оно там, 40 или 50 процентов идет от силы, убирает, занимает. Так-с. Угу. Так, идем в центр генетики. Ох, тут 3000. То же самое. Прокачиваем. Тут, правда, и живучесть надо. А еще нам надо этот несчастный талант докачать. А то он у меня совсем какой-то, какой-то никакой. Хотя, если честно, в боях талант это не самое главное. Он в основном на турнирах, где вы поете там. прикатиться так здесь мы все сделали лаборатория у меня 21 крионит что будем улучшать теоретически я могу как бы это улучшить на 11 уровне и ставить еще запасной но если честно есть один маленький маленький минус уровне растут и там становится все лучше и лучше непосредственно вот это вот эти атрибуты которые вы можете поменять и на прокачке они у вас также будут хорошо прибавлять поэтому тут прям такой сложный вопрос если честно мне хочется вот это прокачать потому что она 55 процентов здоровья от атакующего мне безумно нравится это оружие так он на так если у меня уровень выше пятого то бесполезно качать за звездой так далее нужно качать с фиксацией чтобы в случае неудач у вас откат не произошел и только за крионит к сожалению иначе вы останетесь без штанов ну вот крионит я просеяла осталась я с одним крионитом осталось и осталось какие проблемы о фанатка приехала зарядка пойдемте посмотрим что там за фанатка у нас он у нас заряжает более отлично вот нашли они друг друга одна бои дает а другая заряжает так короче берем опыт и очки на районе сейчас я вам открою такой секрет если кто-то вдруг не знает чем выше вы по уровню тем за каждый бой вы получаете больше очков то есть теоретически маленьким выполнять любые задания по опыту ну крайне сложно вот по этим очкам влияние очкам влияние так как они всегда заведомо проигрышной ситуации вот вы видели например на районе можно подраться и войти в топик там есть у них свой топик и получить какие-то призы так вот в основном этот топик всегда делят те кто большие по уровню если кто-то из маленьких умудряется туда входить это реально было сложно и люди потратили много всего у нас есть видео на канале я не помню входила я в лично или не входила вот как-то я это забыла но группа моя входила то есть там деле это группировка клан получает приз и делит непосредственно еще и личные я сейчас вам покажу пойду на кого-нибудь нападу как раз так надо было мне применять три оружия хотя по сути три что там что здесь я все равно сделала просто в этом случае я бы время сэкономила но я зато буду знать что у меня смотрите при когда я нападаю соединиться у меня 149 тысяч жизни так вот если монстрик у вас до 200 будет идти например как моем случае я его выиграем если будет свыше нифига я его не выиграю с одним то есть тут надо смотреть либо тебе надо применять два либо один вот этот я за два сделаю наверное надеюсь будет обидно если я не сделаю вы мне скажете тогда но ты даешь ну да мутант отступил мутант отступил есть такие вредные мутанты но опять-таки смотрите что 3 там что 3 здесь без разницы а вот это то потому что в дуэли они всегда сильнее только супер атака потому что противном случае я просто все на него огненные шары свои потрачу я кстати люблю испытания потому что за них много чего дают возьму я как правило призы потом а пока я схожу music books да кстати какого-то единого стиля чтобы умудриться набрать много очков здесь не существует ребят все зависит от удачи повезет вам с раздачи или не повезет ой блин я такая дура там была буква т видели и кто не видел отмотайте назад подсказываю знаки меломанов а буква т мне надо было сверху вниз делать называется я не успела осмотреть все поле но при этом уже пошевелила рукой кавычках и и в итоге сделала хуже могла убрать кучу всяких синих которые мне не нужны но поторопишься людей на смешищу чем в этой игре по сути правила простые желательно первую очередь убирать если есть выбор склоняться к камням своего цвета я меломан я убираю меломанов вот потому что за них не дает больше очков за кубки дает еще больше очков и дают больше очков если скажем сжигается еще что то то есть например вы походили у вас первый раз сжегся потом какие-то упали камушки еще сожгли сели кубки и чем больше вы делаете тем больше вы получаете вот видите вроде бы я играла не совсем плохо хотя не хреново играла но с раздачей мне не особо повезло в плане комбинации только 305 набрала поэтому тут как как повезет ребят нет какого-то единого правила поэтому не стоит переживать такс что мы делаем мы идем блокнот я уже как-то видео было чисто посвященное тому как на кого нападаешь дайте кто-то меня просил передать привет а сейчас мы посмотрим вот у меня есть вчера список на кого я нападала в общем то у меня сейчас насколько я помню идет в резиденции выигрыш по вот этим моим звездюлям кубком то есть сейчас я посмотрю сравню да ребят я обычно пытаюсь как говорится сразу сделать несколько причин нет вру 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 это делается только если ты участвуешь в турнире поэтому можно забить в группе к сожалению вот в этом квестике участвовать группы очень сложно потому что игроки должны записываться при этом быть примерно одного уровня потому что если они будут то разного уровня они запишутся в разной группировке это честно потому что у более высокого уровня как правило более прокаченный талант оказывается вот можно из блокнот нападать на тех кого ты знаешь что ты точно выиграешь и кто примерное количество денег тебе принес если ты их из рейтинга например подбираешь доминантном варианте а можешь вот так делать тоже не особо разница большая выбирай сам так ну-ка признайтесь ребят кто из вас меня хочет ударить а потому что у меня нос зачесался есть такая примета что если чешется нос кто-то бить будет какой кошмар а так мне нельзя отвлекаться вообще лично в моем случае эта игра это скажем так мой мозг уходит в отпуск потому что я заметила что я в этой игре вообще не думаю да это неправильно наверное нет музыкбоксе тоже думаю но если взять например игры три в ряд тетрис так далее ты там думаешь гораздо больше здесь как-то так так прилетает все мимо тебя а тактика кто-то больше спорить полигон экспедиции что там надо много думать по тактике там все еще зависит от команды если ты попал в хреновую команду хоть задумайся ничего ты не сделаешь и в чате ты можешь на них орать и даже в личку писать просто есть люди которые уперты во вторых здесь мало кто умеет общаться потому что по тому же чату спокойно тебе кто-то объяснить ничего не может все начинает с ума сходить о пойдемте-ка вот это может возьмет он меня вот если возьмем будет замечательно не возьмет будет будет не очень конечно хорошо так сама записываемся на полигон как обычно по закону полости у меня они одновременно начнутся и возвращаемся в эту фигню мою любимый дрожь земли да вот что я в этой игре люблю больше всего если кто-то спросит абсолютно ничего но дрожь земле обожаю не знаю почему потому что вот видимо вот эти карты которые надо переворачивать я в детстве всегда обожала играть в игры которые запоминаешь то есть начали ты видишь раскладку потом карты переворачиваются скажем на секунду тебе их показывают потом переворачиваются автоматически на тех же компьютерах и ты должен просто найти пары или найти пару к одной карте потрясающая игра игрушка мне безумно нравилась она во всех играх которых она была вот поэтому наверное ностальгия по каком-то детству что ли просто карты детства мне не нравится что у них тут все так долго потому что если вот вчера я например открыла кучу сундуков у меня было вот этих на чем там он ходит на каком-то ядерном по моему топливе зелененьких батареек у меня и вчера было реально много штук наверное 86 не спрашивайте откуда они взялись чуть в сундуках много выпало так ребят я чуть не рехнулась пока ходила пока ждала карты открывались потом каждый раз так как ты только начинал играть то соответственно достигаешь границы очков и тебе дает какой-то приз стоит там по моему тысяча две три пять десять то есть на какие-то круглые суммы потом уже начинается как-то округлять вот 110 и следующая будет 150 вот мою заявку отклонили вот кто то говорит чё я так редко участвую в экспедициях да не все меня берут далеко не все скажем так на одну удачную заявку отклоняют так наверное раз десять честно это достает потому что бывает ситуация когда твою заявку и не берут и не отклоняет или берут а потом тебе выкидывает последний момент двое место ставит кого-то других и ты потеряла полчаса это ужасно этим игра раздражает вот как здесь например вначале это потом то потом нажать надо что ты согласился с призом потом что на напасть вот сейчас она на нажать пауза я знаю что некоторые любят смотреть зачем мне смотреть как у него последнее издыхание проходит зачем я это не понимаю потом вот это потом здесь опять нажать это какой-то садомаза в квадрате есть такое понятие для тех кто не знает типа ты самостоятельно причиняешь себе боли тебе это доставляет удовольствие обычно таких людей извращенцами называют но есть она такая категория вот это очень похоже то есть ты сидишь и ждешь когда же это начнется соответственно разработчики любят всех пытать по-другому не скажет так забираю награду обычно я когда имеющую вкладку переключаясь на нее вот эта вся фигня пройдет я только на эту вкладку перехожу нажимая кнопку и все вот в самом начале когда например ты сразу побеждаешь кого-то на 60 80 тысяч очков и ты просто раз 15 вот эту ерунду смотришь с красными выпадениями с красным нажатием и он тебе говорит поздравляем вы получили но это о мох ты мой так и хочется кого-нибудь прикокошить в этот момент времени но сам по себе дрожь земли веселая если только вот это убрать вот эту эпопею вот зачем мне коком я там набрала что думаете я слепая что ли я не вижу вот здесь очки свои вижу еще красненьким таким большим они реально думаю что какая-то тупорылая по ходу дела не умею рассматривать мелкий текст правильно если в жизни приходится договора какие-то подписывать его всегда надо прочитать или просто какие-то расписки и главное читать мелкий текст так что мы увеличиваем но сейчас ребят не смотрите на мои параметры потому что я под допингом так у меня два серебряных ключа один золотой прелесть начнем с золотого открываем золотые ящики в сундуке это самые крутые в них больше всего есть серебряные пошли по сравнению с золотым от зенов и стволовых в серебряных меньше выдается но тут опять тактик как не придет как приходится и акс ну и деревянные папа папа помните ребят если у вас много сундуков и вам лень это все нажимать каждый раз шевелить пальцами то нажимайте на сундук и enter сундук и enter очень хорошо помогает по времени просто потрясающе якс честно говоря достает якс живучесть 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 так 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 куда мы еще пойдем давайте мюзбэкс ну что ребят давайте как мне ходить вот кто из вас подскажет самый выгодный ход во первых смотрите вот эта раздача прикольнее мы можем сейчас походить буквой г по фиолетовому то есть я вот это переставляю сюда и гэшка образуется плюс синий падает красное падает синий не удаляется могу походить вот так сиренька уберется здесь красненького берется они еще частично переместятся могу походить красненькими то есть сразу смотрите не торопитесь могу желтенький создать буковку г и и и и и получу что я получу то много чего вкусненького получу либо могу удалить пятерочку сюда перестать либо могу удалить синенький знаете как я похожу сейчас я вот так похожу получается что у меня удалится буква г там там и ся я немножко прочитала со второй буквы г она удалилась то что я планировала желтенький убрались много зато сразу шестьдесят два очка это конечно не очень много но все равно приятно и акс теперь как будем ходить фиолетовый видите дали 10 потом 30 дает чуть чуть больше за второе сжигание и акс красненький ох я люблю вот это так сказать сжигание фишек одного цвета берем фиолетовый смотрите за фиолетовое сжигание за каждую фиолетовую дают по 7 очков а за все остальные по 5 в идеале если ты хочешь больше очков тебе надо все их посчитать но мне влом этим заниматься поэтому я просто удаляю и такс могу серебренькие здесь делать давайте сделаем серебренькие а вот здесь интересная картина я могу серебряные кубки удалить коринентально а могу удалить вертикально давайте вот так сделаем сейчас удалим нет не эту вот эту ошиблась ребята это я случайно пошевелила туда что я знала что может подняться и в этом случае бы закрылся кубок а вот сейчас я сделала ошибку не могла верхние кубки удалить а потом на нижний подошла но как обычно как обычно фиолетовый красненький смотрите я играл совсем неплохо удалялась сложной комбинации но всего 609 очков из плюсов ну и энергетики я получаю поэтому тут все таки зависит от того как вам выпадает что нападать на того у кого мало прокачки не будем то что вероятнее всего на него нападают всех кому не лень а вот это вот это тоже более интересен и вику ся не денег просто чуть больше потому что на того бы я напала скорее всего с ними было бы денег очень и очень мало акс что у меня там с энергетикой кстати леса фортуны видя девятьсот семьдесят девять вращаем вдруг нам выпадет бутылка энергетика в этом случае я буду пить и нападать и нападать но не подфартило выпали деньги как это ни странно звучит пятьсот пятьдесят что-то как-то мне вообще мне даже конфетки в час больше нравится потому что они позволяют увеличить характеристики чтобы нападать на мутантиков с большим а в денег у меня не хватает прокачаем этот сразу трачу все деньги а то к сожалению у меня могут отобрать их на пасть и отбить такс возвращаемся снова к мутантам ну что мутантики вы по мне соскучились соскучились по мне можно смотреть карту для тех кто не знает она прям подписана карта но учитывая что разработчики считают что мы не умеем читать раз они нам вечно показывают красное не красное я не знаю напишите в комментариях ребят вы смотрите вот эти поединки свои или не смотрите я вообще никогда не смотрю нет я один раз смотрела чтобы понять какое оружие он применяет какая последовательность а так в целом не это не особо интересно смотреть хотя я знаю что некоторые люди очень любят смотреть бои ну правда не знаю настраивает они тактику или нет когда ты настраиваешь сам тактику это действительно наверное клево смотреть бой чтобы понимать как тебе ее правильно поднастроить но настройка тактики доступна только с 12 уровня в этой игре не все ее настраивают ноги забивают вообще доверяют тому что игра делает с боями зачем мне все это видеть как там что считается как будто вручную все пишется по моему просят помощи но есть один маленький нюанс смотрите ребят если у них жизни отняли более чем на пятьдесят процентов то есть ты нападешь и 5 не наберешь пятьдесят один процент от их жизни то а тебе не выдадут вот этот красный шар как победителю это получает только тот человек который отнял больше половины жизни хотя бы там на единицу получается получается шар укорекайте но если вам нужны глаза мутантов чтобы в магазине что-то покупать да это вполне неплохая идея ну вот у меня сейчас пятьдесят восемь шаров я правда к сожалению на боссов никак не попадала ну ну с другой стороны может попаду еще ты 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 в обучает в ты подземелье одни и те же действия полная одни и те же жалко у них нет какой-то галочки для тех кто хочет все это смотреть и для тех кто не хочет все это смотреть но для игры важно показывать статистику например потенциальным рекламодателям или каким-то площадкам где не размещаются что люди тусуются столько-то в игре, проводят времени. Чем больше времени в игре люди проводят, тем типа это лучше. Для сайта, для игры, для показателей, для потенциальных рекламодателей. Знаете, как умудряются многие игры, особенно первые онлайн-игры, они встраивали тайну рекламы. То есть не так, как, например, во многих играх перед каким-то, образно говоря, поединком у тебя идет реклама. Ты можешь пропустить или донатить деньги, тебе дадут какое-то освобождение от рекламы. Либо, как многие, устанавливают расширение AdBlock. Нет. Они делали тайную рекламу. То есть, например, была такая игра «Территория» Terra.ru. Одна из первых, суперпопулярная. Они, по-моему, со Сбербанком подписывали договор рекламный. И прямо в игре они делали здание Сбербанка, в который ты заходишь, что-то там открываешь, делаешь каким-то уставкам. Потом они рекламировали марку каких-то сигарет. Они просто здание какого-то автосалона сделали и на крыше написали эту марку. Типа... То есть... Вот так рекламировали. Это, по сути, не прямая реклама. То есть тебе специально ничего не показывают. Хочешь – идешь – смотришь сам. Хочешь – не смотришь сам. Хочешь – обращаешь внимание или не обращаешь внимание. Более-менее так тайно. Они вписывали в свой игровой процесс, и это смотрелось совершенно естественно. Так. Что у меня? Одна появилась. Так. По сути, я так потихонечку все сделала. Давайте поможем этому чуваку. Ну, 17 тысяч – это вообще ни о чем. Сейчас я, конечно, потеряю. Я вообще-то на его месте тоже вызываю обычно помощь зала, потому что... О, испытание. Ну, вот нападать, помогать другим, можно только в том случае, если ты хочешь испытание. Но это дается на каких-то днях. То есть когда-то везет, когда-то не везет. Если вы спросите, почему я все время спускаюсь на один и тот же уровень, причем первый, второй. По одной простой причине. Я уже проходила на другом своем аккаунте давным-давно все уровни. И могу точно сказать, что чем выше уровень погрузки, куда-то глубоко ты в туннель урываешься, тем мутанты сильнее. А призы-то не особо отличаются, ребят. То есть на испытаниях ты то же самое получаешь, на все то же самое. Вот хорошее испытание. Так, вот смотреть надо на количество жизней, а то окажетесь не в очень хорошем состоянии. Ох, сейчас у меня рейтинг поднимется. Давайте-ка сходим. Может сейчас красненькому что-то выпадет вкусненькое. Так, напасть или какой-нибудь открыть надо? Давайте начнем с самого большого. Ох, сейчас у нас с вами 134 тысячечку. Готовьтесь, ребят, сейчас опять будет этот красная штука. Типа для склерозников напоминание, что тебе дают в подарок. Набрано 250 очков, ты получаешь 3 огненных шара. О, радуйся, человек. Дальше. Набрано 275, и ты получаешь в подарок целых 5 батареек. Ого, какие они щедрые-то, а. А, 300 очков. О, ну, кстати, в бои это неплохо. Хотя могли лучше бы дали что-нибудь для прокачки. И вот это крутая штука, потому что на них можно купить ключи для открытия сундуков, а у них цены и стволовые. Кристальчики. Кристальчики я люблю, лучше бы их давали. Опять на бои. С кем я должна драться-то? С мутантами? Так у меня это не списывается. Так, поехали дальше. Самое сложное мы прошли, с точки зрения количества. Идем дальше. 35. Идем дальше. 450 очков. Боже мой, куда же мне столько боев-то, а? Кстати, не забывайте смотреть срок боев. Вполне возможно, вам надо их срочно к себе туда, вверх. Чтобы они очутились. Потому что там-то они не сгорят, а вот, будучи в вашем интерьерчике, они еще как сгорят. Вот у меня уже спит на коленках. У него Music Wars, Muzvar, ассоциируется только с одним. А спать. Все хорошо, но так долго. А еще спрашивайте, чего я редко играю. Вот потому что, как не зайдешь, два часа просиживаешь штаны, и как с куста они куда-то улетучатся. Главное, в эту игру можно играть вообще бесконечно. У тебя нет какой-то конечной цели. Каждый ставит ее себе сам или вообще не ставит. А потом, как бы, талко бросать, когда угроблена уже куча времени на игру. Ух! Ба! Ой, ну давай, ну кому дать пинок под зад, чтобы побыстрее все это появлялось хотя бы? Угу. А вы заметили, как он ходит? Угу. Ножка вперед, он так, он ходит не как стандартно, а как там по танцевальному. Есть такое танцевальное движение. Угу. 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 Да. Ой, как не подфартиваю. Вот, ребят, вам на что везет? Вот мне на мутантов. Я открываю, но чтобы открыть карты со звездами, это так редко у меня бывает. В основном я всегда умудряюсь открыть карты с мутантами. У меня прям какой-то магнит на них. Иногда я понимаю, что надо открывать наоборот. Так, я могу себе муравьи до этого, блохиша, блоху. Вот почему Еврику не нравится эта игра, он скажет, тут блохи. Вот, прокачать. Вот, видите, я могу 200 купить или подкопить еще. Ну, давайте купим. Пара-пара-рам. Тут, так, еще 2 дня, короче, 3 дня практически, я спешить не буду. Так, осталось очков. Чуть-чуть осталось набрать и дадут еще в подарок 100. Они не пишут полную картину, сколько за что я получаю, они пишут только основные цифры, как бы в основной упор. Так, а сколько у меня сейчас очков? 491. Да, до миллиона у меня еще не скоро. Я занимаю последнее место, как говорится, главное участвовать, хотя бы разок. Так, ой, надо в музвар сходить. Может, я эти 1400 хотя бы выпью? Так, прокачки у меня нету. Из экспедиции меня вынесли, башню никак не соберутся. Вот башню я вообще не поймать не могу. Ну, начните вы с меньшим количеством людей. Ну, какая кому разница, сколько их там. Кстати, обычно ночью как раз выигрывают. Все такие спокойные, уравновешенные. Так, пойду-ка я на полигон 8 минут, а то там собираться еще будет 300 лет все. Так, на муссбокс. Так, давайте, буква Г. Я не буду долго смотреть. Что получится, то получится. А то чем дольше смотришь, тем меньше получается. Как говорится, иногда думать вредно. Очень-очень бедно. Вот здесь сейчас синеньких я удалять не буду, их мало. Давайте фиолетовые. О, башня смерти началась. Че, правильно, вместе с полигоном они по-другому мне никак не могут начаться. Так-с, рот убираем. 461. Зато он гораздо быстрее, чем в прошлые разы. Так-с, карта и снова нападаем. Так, приветики, приветики. Я помню, ребята, что надо кому-то передать приветики. Сейчас я посмотрю, кому надо. Так-с, давайте нападать на равных. Я, конечно, сейчас не заморачиваюсь, просто мне время терять не хочется. Вот видите, у него прокачка средняя. И в итоге на него все нападают, кто сильнее. И как-то вознаграждения с него вообще никакое. Поэтому в идеале, конечно, искать равных или слабых, которые гораздо сильнее тебя. В этом случае ты на 100% победишь. И, вероятнее всего, получишь с них что-нибудь вкусненькое. Искать сильных хорошо с точки зрения рейтинга. Но не с точки зрения денег. Потому что, если вы выберете сильных, они для кого-то слабые. Вполне возможно, у них двоих же нападали. А в идеале, конечно, в рейтинг доминаторов строить и нападать на них. Но, как я сказала, сегодня я возиться с этим не особо хочу. Башня. Так, по инерции изучаем ловкость. Причем сразу двойную. Чем я это делаю? Иногда меня это спасает, когда ты намного слабее. Но, скажем так, благодаря тому, что ты проворная, по тебе просто попасть не могут. Бьют, 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 бьют. И никак не попадут. Восемь алмазиков. Супер. Лучше бы серебряный ключ выпал. Он бы был интересен. Сейчас, чуваки, кому-нибудь я попаду. Может, опять выпадет дуэль. А то как-то скучновато играть. Да, да, жуки. Я победила. Глазики, глазики. Так. Давайте на этом нападем, что ли. Каратель 18. Ну, вот очки я получила. Денег я не получила. Вот так. Могло вообще никак не быть. Мне просто скучно уже. Надо же куда-то девать 58 с чем-то там. Такс. Ох. Какая из трех карт 500? Как вы думаете, ребята? Какая? Давайте гадать. Правая, левая. Давайте вот эту. Ах, конечно, монстрик. Но я же говорю, меня прям тянет на этих монстриков. Глазки, видимо, мне строят. Ну, как бы влюбиться я не должна. Они немного, скажем так, маникюр замучаешься им делать. Угу. Представляете, такой тебя обнимает. Поцарапает все. А тебе чему мне удивляться? У меня кошак спит на коленках, в котором сейчас нет антицарапок, а есть кокотки. Если кошмарик ему приснится, он меня прям выпустит. Так, наконец-то началось. Из хорошего. Практически никто не спит. Ну, это относительно можно назвать хорошим. Так. Если у нас сбоку с вами эти есть, то вполне вероятно там алтари. Такс. Ну, у нас тут полет дракона, ловкость. Конечно, мне бы лучше взять ружье. Но, если не подфартит, амулета будет мало. Так, 50 выносливости. Да мне пока не надо 50 выносливости восстанавливать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Костет возьму. Кто-то меня сейчас будет ругать, он же мало. Знаете, прокачанный костет очень даже неплохая вещь. Плюс его никогда не видно. То есть, скажем, многие на тебя нападают, не посмотрят, думают, у тебя нет оружия. А потом ба-бах! И оказывается сюрприз. Оружие это у тебя есть. Такс. О! Алтарик. Хару увеличиваем. Сокращенная характеристика. В этой игре почему-то любят сокращать хары. Вот. Так хочется спросить, в чью хару-то улипнулось. Ой, ребят. Юмор? У меня странный юмор. Да, я знаю об этом. Такс. Давай мой. Как вы видите, я хожу в доспехах. Насколько помню, в однотонных. Какой-то там бонус, если у меня еще не все сломалось. Так. Посмотрим, есть ли в этом алтарь. А этот чувак тоже там искал алтарь. Раньше они иногда меняют место расположения алтарей. Есть несколько карт. И вот на этих картах они тоже иногда меняют. Дело в том, что раньше всегда если у нас сбоку входы, то алтарь один для улучшения, по-моему, как раз характеристик был... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Мужик меня оттолкнул. Представляете, влез передо мной. Ай-яй-яй-яй. Какой кошмар. Череп у тебя заберем, дорогой мой. Так. Этот алтарь я уже взяла. Значит, идем дальше. Идем-идем-идем-идем-идем-идем. И я не спешу наверх. Мне нравится в сундуках лазить. Потому что, ну, это прикольно. Это прикольно. Главное, не забывайте любой вид оружия, который вы не будете использовать, убирать в инвентарь с экипировки. Иначе вас ожидает большой сюрприз. Потому что драться он может начать чем угодно. А вот сейчас бы я с удовольствием зашла и восстанавливала свою выносливость. Потому что как-то она у меня ниже плинтуса. Какой там пират красивый стоит. Симпатичный. Люблю я сабли. Они симпатичные. Сразу вспоминайте фильм. Кто смотрел «Ходящие мертвецы». Какой там самый крутой герой? Ага, с саблей. Она абсолютно так, ускорит восстановление выносливости на 100. С удовольствием. Я буду счастлива. Вообще, если тебе выпало ускорение выносливости, то ты в шоколаде. Потому что ты можешь открыть абсолютно все сундуки, которые будешь встречать. А вот если не выпадает ничего, то очень реально стрёмно. Так как в сундуках может быть много чего полезного. А ты не сможешь? А ты прокукарекаешь? Я оказалась в какой-то зоне, где вообще ничего нету. Ну, нашла мертвые души. Да. Вы еще не знаете, ребят, но вы уже скоро того. К духам в гости отправитесь. Поехали дальше. Да что ж у тебя. Так, ну давайте какой-нибудь сундучок мне. У меня восстановление выносливости уже восстановилось. Мне надо ее куда-нибудь потратить. Так. Что ж такое, а? С этой выносливостью. О, сундук. Сундук. Так. Талант. Ладно, увеличим талант. Так. У меня тут еще проблемка одна. Она рисовалась маленькая. У меня идет такая штука, которая называется... Где у меня разрушитель-то? Вот разрушители. Так. О, я терпеть такие штуки не могу. Потому что, когда против себя играет очень малое количество людей, обычно очень сильных людей туда и ставят. Соответственно, если твоя команда будет наполовину спящей, ты проиграешься 100%. А если нет, то выиграешь. Может быть. Если подфартит. А то бывает, что команды все в разные места бьют. Их подзаряжают, а потом тебя разрушитель как. О-о-о! Так, вот этой фигней я не хочу брать. Потому что, чем больше мусора ты берешь, тем больше тебе его выкидывать надо. Либо выкипировку переносить. О, дымовую завесу нашла. Могу убежать. Вообще, самое крутое в этой игре, когда ты нашел дымовую завесу и телепорт. Как-то круто. Ты применяешь дымок, а потом стену в воздухе проделаешь и куда-то улепетаешь. Тебя вообще никто не найдет. Это круто. Так, 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 так. Мне, пожалуй, надо кое-куда сходить. И сейчас я говорю не о комнатке, где женщинам надо носик припудрить. Сейчас я говорю вот об этом. Так, что, пропустила? Не пропустила? А, как расход. Такс. О, вырубили его. Так, а почему мне подзарядку не дали? Я же на него как растаяла. Ладно, давайте вот на это вот этим. Такс. О, чёрт, побери-то, а. Это мы даже вообще как-то не то, не сё. У нас уже вырублен один. Так, не туда пошла. Ой, Саша апельсины режет. Я прям чувствую, ребят. Они так вкусно пахнут. Пахнут так вкусно-вкусно. Такс. А, 95-95. Давайте я вот это прокачаю. Да, теоретически, если у меня на двойке, я могу оружие прокачать на уровень выше и потом просто его как бы истратить 10. То есть, чтобы потратить по максимуму. Но минус в том, что у меня сейчас оружие примерно выпадает на одном показателе. Я не знаю, какое оружие я буду использовать. Может, в сундуке выпасть несколько видов, которые потом нужны будут. Такс. Скоро уже концовка, ребят. Я недолго вас напрягать буду. Стало 4 минуты. Кстати, вот это по сути мне тоже это нравится, но только мне не нравится, что это всё долго. Понятное дело, что можно пойти там сверху с кем-то драться, но я не очень это люблю. Вы знаете, я более мирный человек. О, меня выбили. Как ни странно, ребят, я этому обрадовалась, потому что я могу не отвлекаться. Так, у меня был внизу сундук, а почему я сундук внизу пропустила? А, я сама его не взяла. Значит, там какое-то ГГГ было. Угу. Потому что я же просто так не могла пройти сундук. Правильно? Правильно. Я тоже об этом думаю. Так. 40 секунд. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пойдём дальше. Пойдём дальше. У меня ещё есть время, поэтому я могу походить. А вдруг тут что-нибудь вкусненькое есть? А мало ли. Кто же его знает? О, сундучок. Сундучок. Сверкот. Давайте вот это возьмём. Пофиг. На копьё. Так. Сейчас я встречусь с душами. Но они у меня отнимут не очень много жизней, ребят. Так слегка. Вот было бы весело, если бы я от них убегала. Очень весело было бы. Так-с. Насколько я помню, у меня два амулета. Пока у меня здесь никого нет, я смогу расправиться. Так. Меняем полёт на талант. Это у нас отнимает 274 максимум. Это отнимает 397. Так. Это убираем, это убираем. Единственное, что мне не нравится. Талант плюс 20. Амулеты тоже надо подбирать, исходя из того, что тебе выгоднее. То есть ловкость прокачать выгоднее тебе взять. Вот здесь ловкость и талант. Вот это, кстати, классный амулет. Он сразу так прокачивает хорошо. Так-с. Ладно, что у меня там с показателями? Неплохо с показателями. Где я вообще нахожусь? Это хорошо, потому что обычно сверху всегда алтари для прокачки прибывают. Я долго ходить не буду. Я понимаю прекрасно, что здесь 30 человек, шляется. И попасть на кого-то очень большой шанс. Так. 500, 300, 1000. И... Забываю лично. У меня показатели. Я использую тактику шакала. Я уже об этом говорила. То есть я по максимуму... А, вот. С первого уровня 19 сразу. То есть у меня здесь сейчас ходит 9 человек. Фактически я уже в топе 10. Ну, уж хорошо. Как раз лишнее турно получу для того, чтобы покрутить колесо фортуны. Так. Еще 5 минут, Саша. Вот. Саша уже говорит, что пора заканчивать. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Пойдем-то мы направо или налево. Пойдемте в центр. Погибать так с песней побыстрее. Обычно я стараюсь где-нибудь шляться, где на меня могут не напасть. И если на меня не нападут, я, кажется, вообще в топе 3. Не факт, что выше топа 3. 3-2-3. Да. Единственное, у него, как сказать, попадание не на 100%. Шпага. Это же шпага, да, по-моему, называется? Да. Достаточно сложное оружие. Владеть ей надо уметь. Ружье. Что ты сделаешь с шпагой против ружья? Тебе издалека как? И все. Слушай, они 100% где-то устроили засаду. То есть кто-то, наверное, вместе друг с дружкой. Потому что я как-то уже отбежала из зала. А никого не вижу. Так. как вы думаете, здесь у меня поднятие? Давайте зайдем. Пустой. И понятно. Ну, ребята, так классно все это пририсовывать. Тоже пустой. Но тут хотя бы выход есть. господи, ношусь, 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 ношусь. Никого нету. Ну, кошмар. О! восстанавливает запасы здоровья. Прелесть. Запасы здоровья я нашла восстановление. Только я не нашла кого-нибудь, чтобы запасы текущие потратить. так. Я могу попробовать куда-то уйти. Могу не попробовать уйти. Вопрос на засыпку. Ладно, пойду я наверх. Кисун, не корябывай, пожалуйста, ножку. Она мне еще нужна. Так, где я? Чуть делась-то. Ох, в каком месте я. Интересно. Такс, направо мне идти бесполезно. Я знаю, что там подъемы. Интересно. Ну, класс. Я не успела посмотреть, он уже на меня напал. Ну, напал так напал. Так, вопрос, сбегать или не сбегать? 27. У меня 17. 1800. У меня ловкости больше. У меня есть шансы. А что у нас с силой? А у него сила больше. Ладно, пофиг. Тут 50 на 50. Ну, скажем так, я его почокала. Зато, хорошо, игра быстро закончилась. Зато как-то долго играть тоже не особо интересно. В любом случае, я получила, как мне полагается, 212 торнов и 550 очков. Не знаю, зачем очки нужны, не помню. Такс, идем в Лимбы. Лимба-лимба. С меня штанишки слетели, да. Если мне желтые попадутся, штанишки, будет здорово. О! Смотрите. Опа! Опа! Как ни странно, я желтенькое собираю. Нет, не хочу. Дем демона. Так, давайте на 20. На 20, к сожалению, выпадает все хреново по количеству. Три. Ну, тут хотя бы 7 ремонтов, это хорошо. Мне бы штанишки. Ну, это лучше, чем ничего. Пускай хоть такие штаны будут. Выпадают другие, так, замечу другие. Так, а сколько у меня вообще этих лимбов осталось? 27. Ладно, давайте последний раз. По сути, у них отличие только в том, что чем не... Вот эти уровни абсолютно одинаково могут выпасть. Если вы покупаете за 20, уровни низкие. Основное отличие в прочности и сколько доступно ремонтов. по стоимости. Такс. Основно карту. Быстренько наконец-то нападаем. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И акс. И-и-и-и-и-и. Так, давайте прокачаемся. Все-таки в башне без прокачки вообще нельзя. Делать нечего. Ну, не в башне, а в этом друже земли. Наоборот, подземелье. Так, монастырь, монастырь. Ну, как-то монастырь я пока не особо собрала. Это лучше, чем ничего. И акс. Ну, и последние, так сказать, вздохи. Подземелье. И я смогу с чистой совестью заканчивать. Вот, а то я вам уже наила. Так что прям кошмар какой-то. Хотя, с другой стороны, играйте в это же время тоже в игру. Получится, что вы будете играть вместе со мной. Так, кстати, надо сообщение посмотреть. Я помню о людях, которые просили передать привет. Да. Зрители мне сюда пишут. Ребят, если я вам не отвечаю, вы не обижайтесь, пожалуйста. Просто, как правило, я играю, у меня клавиатура стоит вообще в другом месте. А кот не дает ее взять. Он где-то лежит, что не пошевелишься особо. А без клавиатуры написать в этой игре ничего невозможно. Так как тут нету виртуальной клавиатуры. О, 120. Круса, красота. Что у меня тут про качку? Вопрос. Собрать свои или собрать не свои? Идеи надо потерпеть. Вполне возможно, где-то еще выпадет. А вдруг я миллиончик наберу очков? Не надо смеяться, ребят. Такое у меня уже было. Когда ты решаешь, что пора потратить на питомцев, а потом баланс. Тебе выпадает, и ты понимаешь, что ты мог прокачать себя. О, 500 набрала. Видите, уже до миллиона 500 осталось. А, нет, до миллиона там креонит дадут. Так. Это кто у нас? Давай на тебя нападем. Дуэль, 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 дуэль. Нужна дуэль. Ну, видите, двое хороших чуваков нас побили. Вот в это время играть как-то оттуратительно, потому что игроков реально мало. Ты мне дуэль дашь? Если дашь дуэль, я не пожалею, что я напала. Походу, не дашь. Обидки. Так, тундук раз. Тундук два. Ой, ребята, у меня две минуты осталось. У меня как раз есть характеристики. Накапилась энергия, чтобы напасть на кого-то. Плюс я фанаткам могу дать, чтобы они мне дали энергию. Кстати, я же фанаткам могу дать. Что-то я забыла. Так, а фанаток я как раз забыла. Ну, давай фан-клуб, открывайся. Так-с. Ага, шесть. Ой. И... Давай-ка шесть. Так. Забыла, представляете? Вообще кошмар. Как и могла так? А простоволосица. У меня же бою дофига. Короче, мне надо успеть меньше, чем за минуту напасть на кучу чуваков. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- Класс. Сейчас 8 секунд. Так, тебя я, чувачок, не буду, потому что после тебя появится тот, который просит много. Так. Прокачать оживучесть. Молодцы. Мы просто молодцы. Так, использовать. Да, я знаю, что я не буду нападать, просто иначе у меня сейчас они начнут заканчиваться. А мне ещё надо походить по мутантикам. Походить, их пообнимать. Ох, вот этот мутант вкусный. Я знаю, что я изведу сейчас на него, наверное, штук 6. Может, больше. Теперь смотрите. Теоретически, даже если сейчас кто-то другой нападёт и выиграет, а фактически я всё равно поучаствовала. Подожду-ка я 2 минуты, если никто третий не объявится, там четвёртый, то тогда я нападу на этого несчастного единственного мутанта. Это экономия, ребят. Те, кто не знает, как экономить, поиграйте в какие-нибудь игры экономические. Такс. Чё-то как так много нападает людей, и они могут этого бедного мутанта побить. Посмотрим, что так мне не туда зашла. Вместо модельного агентства в клубешник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот что мне не нравится в этой игре, ну, почему они не могут уведомить, что кто-то твою ставку перебил. Было бы круто, потому что, когда ты ставишь до хрена на кого, ты не хочешь следить за всем этим. Это как-то вообще не с руки. Бонус, бонус. Давайте вот эту возьмём. Ну, не возьмём, а ставку на неё ставим. Фактически, возможно, она никак. Мы в пролёте опять окажемся. Так. Ну что там, этого мутанта кто-то несчастного сделал? Отлично, молодцы, сделали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вот сейчас был безпроигрышный вариант. Я получила всё, что могла, при этом напала на того, кто повкуснее. Такс. Всё, короче. Всё я потратила. Давайте в последний раз муссбокс. Вот так. И всё. Короче, здесь очень много очков можно набрать в том случае, если ты, скажем так, походил, и после тебя ещё куча-куча-куча происходит. Такс. Какая красивая картина-то, а? Ой, я пятёрочку могла сделать. Ну, ты не сделала. Такс. 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 Ох, сейчас жёлтенький уберу, и серебренький уберу это сами по себе. Такс. Что ж такое, а? Не туда походило. Ой-ой-ой, какая комбинация могла выйти красивая. А хотя она и так вышла. Серебренький. Плохо, когда у тебя так много кубков. Ну, вот сейчас, например, нападать уже на кого-то бессмысленно, опыта нет. Так, ребят, я всё сделала, что могла. Ну, колесо могу покрутить. Давайте покрутим. Гулять-то гулять. Класс. Допинг выиграл. Короче, ребят, на этом, как вы видите, сегодня всё. Всем пока. И главное, помните, во что бы вы ни играли, главное, чтобы вы получали удовольствие. Спасибо. Продолжение следует...